Попытка разобраться, какие шаги мы делаем Или не делаем Чтобы попасть в это состояние одиночества То есть на самом деле роман об одиночестве Человек, который живет вот так, как подсказывает ей внутреннее ее устройство Ее внутренняя совесть, ее внутренние какие-то моральные убеждения И, наверное, поэтому она остается именно одна Потому что она не считает нужным кого-то прощать Она не считает нужным прощать подлость, зависть Она отрезает людей от себя Потому что не хочет с ними мириться И, наверное, ей так комфортнее, как и многим нам Но мы вынуждены жить по законам социализации И не всегда это хочется делать И, собственно, название романа «Я никому ничего не должна» Это вот как раз внутреннее ощущение героини Когда автор пишет, у меня возникает мысль, а будут ли покупать А будет ли продаваться хорошо А сможет ли мне эта книга деньги принести? На самом деле, я когда начинала работать в журналистике Мой первый начальник, очень пожилой армянин, он говорил «Деточка, не пиши, за это совсем не платят» Нет, я действительно не... Если думать и просчитывать, то можно вообще даже не начинать и не браться Мне очень понравилось, как Людмила Улицкая сказала Что нужно мало того, что написать, нужно еще кровью покапать на странице И тогда это будет жить Субтитры сделал DimaTorzok Новый роман «Предатель» Есть вторая книга тетралогии, которую я задумал и объявил Что она когда-нибудь, если Бог даст, будет написана Первая книга вышла в 2008 году Именовалась она «Победитель» И была посвящена началу афганской войны Вторая книга «Предатель» Писалась она очень долго и довольно трудно Было написано много лишнего Благодаря чему фактически готов еще и третий роман Который именуется «Должник» Очень многие сцены просто, по-моему, просятся на экран Их в воображении представляешь себя И есть ли какие-то возможности или, может быть, планы Экранизировать какие-то произведения? Спасибо Роман «Победитель» получился в свое время из сценария Ко мне обратился один человек, очень любопытный, с просьбой Помочь ему написать сценарий Оказалось, что этот сценарий о начале войны в Афганистане О штурме дворца Таджбек И оказалось, что он подполковник в отставке КГБ Что он участник группы антитеррора А Который сам в этом участвовал И на него это произвело столь сильное впечатление Что, выйдя в отставку, он в 1993 году организовал студию в военкино Стал снимать батальные и боевые сцены Но мечтой его было все-таки когда-нибудь восстановить на экране весь этот ужас В котором он участвовал И вот мы с ним стали писать этот сценарий Писали мы его 4 года Кинопродюсеров он так и не отыскал Потому что в силу того, что современная власть пытается ассоциировать себя с советской властью Ей не нравится все то, что мы написали Дневник или воспоминания главного героя О том, что было в последние примерно 4 года его жизни Когда с одной стороны вроде бы все было нормально с работой Он действительно мог себе позволить взять кредит Пусть не на хорошую очень квартиру Но на нормальное жилье в Москве А это и так уже почти фантастически Купил машину Но с другой стороны обстоятельства жизни на него так действуют Что в итоге загоняют его в угол В буквальном смысле этого слова Он вынужден прятаться от других людей Которым он по тем или иным причинам стал врагом С одной стороны люди стремятся в современном мире Как мне кажется к равнодушию Чтобы поменьше их как-то все цепляло, кололо, царапало А с другой стороны этот темп жизни Он не может человека постоянно не трясти Не вовлекать его в какие-то водовороты Поэтому вот такое противоборство Поезд какого-то покоя А с другой стороны вот этот круговорот Который, наверное, люди в Москве Практически все так или иначе вовлечены Дело в том, что эта книжка появилась как отклик На запросы моих друзей, моих учеников Опытных любителей Которые бы очень хотели попробовать И дальше связать свою жизнь с этой профессией Потому что профессия сулит огромное удовольствие от творчества Свободу выбора и огромное самоуважение Если тебе в ней повезло Если ты поймал свою удачу Я нарочно выбрал именно этот жанр Поскольку считаю его самым доступным За порогом нашего дома начинается огромная фотостудия В которой просто нет ассистентов, переставляющих свет А требуется найти гармонию Поймать момент освещения, композиции И все это в руках того человека Который хочет сделать качественный Постребованный фотопродукт И представить его на рынке изображений Чувство востребованности От того, что твои фотографии соответствуют уровню потребления Средств массовой информации Веб-пространства Могут использоваться в рекламе, в дизайне То есть воздействуют на эмоциональную сферу Как профессионалов этого рынка Которым выгодно продавать твои работы Так и зрителя Вот этому практически посвящена эта книга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»